Вы смотрите новости на Первом Матищинском. В эфире информационная программа «День». Меня зовут Екатерина Шарыпова. Здравствуйте. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Шумное соседство. Матищинцы пожаловались в администрацию округа на ресторан «Абельпап». И дают спокойно проживать гражданам. Как дневное, я так понимаю, время, но в большей степени ночное. Во Всемирный день без автомобиля жителям предложили пересесть на велосипеды. Удался ли эксперимент? Сейчас здесь все говорят о том, как автомобиль заменить и чем главное. Спорт для всех. Глухой тренер по волейболу Сергей Абрубов ведет занятия в спортивной школе «Авангард». Не только силы можно побеждать, а интересно еще и мыслить нужно. Начнем со строительства социальных объектов. Рабочая комиссия администрации проверила ход возведения будущих школ. Сейчас активные работы ведутся на улице Юбилейной в 16 микрорайоне. Это будет современное образовательное учреждение на 1650 мест. Строители сохраняют хороший темп с соблюдением поставленных сроков. Завершили монолитные работы. Выполнили кладку фасад на 80%. Завершаем перекрытие. В течение 20 дней завершим перекрытие над актовым залом. Приступили к кровельным работам. Готовность кровельных работ 15%. Активно ведем остекление. На 40% выполнено обустройство инженерных систем, вентиляции и электрики. Со следующей недели рабочие приступят к штукатурке наружных стен. Еще одна школа возводится в микрорайоне Новая Медведкова. Она станет одной из самых больших не только в Матищах, но и во всей Московской области и сможет принять 1735 учащихся. На объекте завершены монолитные работы. Строители приступили к монтажу кровли и внутренних инженерных коммуникаций. Оба образовательных учреждения планируют открыть 1 сентября 2024 года. Очередное заседание Советов депутатов состоялось в Матищах. Основные темы повестки касались изменений генерального плана округа применительно к селу Троицкая, микрорайону Пироговский и поселку мебельной фабрики, а также развитие территории. Они касаются развития нашей территории и возможности обозначения и строительства новых социальных объектов на этой территории, а также малоэтажной жилой застройки. Также депутаты приняли решение по принятию в собственность муниципалитета ряда имущества Московской области. В частности, это те механизированные средства уборки, которые нам были переданы из Московской области для использования территории муниципалитета. После обсуждения вопросов участники совещания перешли к торжественной части. Знаком отличия за заслуги перед городским округом Матищи был награжден Виктор Сошин. Он более 30 лет занимается депутатской деятельностью. Также знаком Московской областной думы был отмечен Юрий Казанов. Почетную награду ему вручил депутат Мособлдума Михаил Мурзаков, который еще не так давно сам состоял в Матищинском депутатском корпусе. Я уже говорил, но не устаю говорить о том, что наш совет, наш созыв для меня самый родной. Я избирался в этом составе. Я с удовольствием к вам прихожу. Я очень благодарен за награду. Следующее заседание Совета депутатов состоится 19 октября. К другим темам. Матищинцы обеспокоены работой ресторана «Абельпаб». Заведение открыли в округе летом на одноименной улице. За недолгое время существования горожане сполна ощутили все минусы такого соседства. Каждые выходные в ночное время посетители шумят и курят у входа в бар. И все это под окнами жилого дома. Выслушать претензии жильцов навстречу пришли владельцы заведения и специалисты потребительского рынка и услуг администрации. Удалось ли найти точки соприкосновения, узнаем прямо сейчас. Шум, драки, мусор и нецензурная брань. На этих видео посетители Матищинского заведения «Абельпаб» наглядно демонстрируют последствия алкогольного опьянения. Таких роликов у жителей дома 3А по улице разведчика Абеля огромное количество, хотя открылся ПАП всего три месяца назад. За это время местные горожане сполна ощутили негативный эффект от такого соседства. Жители устали постоянно наблюдать асоциальное поведение выпивших людей. Что уж говорить, если прилегающая территория порой используется выходцами из бара, как общественный туалет. Особенно, конечно, от шума и криков страдают люди с детьми. Собрав подписи, фото и видео доказательства, беспокойные жители обратились с коллективной жалобой в Матищинскую администрацию. Уже неоднократно обращаются, как я вижу, по жалобам. И в данном случае коллективная жалоба на постоянные шумы, так скажем, ваших посетителей, которые выходят на улицу, устраивают драки, так скажем, нарушают общественный порядок, и не дают спокойно проживать гражданам. Как дневное, я так понимаю, время, но в большей степени ночное. Караоке-клубам и барам не место в жилых домах, считают горожане. Покупая квартиры в новом микрорайоне, они и подумать не могли, что каждый выходные будут звонить в новое заведение. Вышли, спели песню на улице, есть видеозапись, если надо, могу всем выслать. Это прошлые выходные, не было никакого контроля. Они выходили, курили, пели песни. Ну, то есть, там уж не допели, здесь вышли, покурили. Громкие гости заведения – это не основная проблема, волнующая жителей. Поскольку караоке-бар – место заведомо шумное, по выходным соседи слышат тяжелые басы от музыки. Хоть владельцы утверждают, что провели шумоизоляцию во всем ресторане, а также уменьшили басы, настроив оборудование, вопрос остается актуальным. Что касается звуков от шумопроизводящей аппаратуры, здесь мы еще имеем возможность обратиться в Роспотребнадзор, для того, чтобы они замерили уровень шума у вас именно в квартире, как у заявителя, насколько он, допустим, превышает допустимый уровень шума. Руководство заведения также не игнорирует просьбы жителей. Так, чтобы гости бара не выходили курить под окнами дома, они обустроили специальную зону на втором этаже. Обсуждается вопрос организации запасного выхода, чтобы посетители могли покидать паб через него. Все вопросы и пожелания хозяева выслушали, обменялись горожанами личными номерами и нашли новый компромисс. Мы сейчас поставим людей конкретно на выход туда, вот, как есть в клубах, допустим, в заведении. Мы об этом писали, по-моему, месяц назад. Да, но он, смотрите, он здесь у нас контролирует и здесь порядок, и, допустим, выходит на улицу, если есть там это. А мы сейчас поставим конкретно на улицу человека, чтобы он на улице стоял. То есть у нас есть там предбанник, мы его посадим, как вот в клубах есть, вы приходите, у вас прямо в клубе там на входе вас встречают люди. Вот, мы сейчас постараемся сделать так, чтобы он там сразу стоял. То есть люди идут, предупреждают о том, что жилые дома, чтобы вели себя тихо, проходили в заведение, например. Мы сейчас постараемся на этой волне сыграть. То есть мы такого еще не делали. Урегулируется ли проблема после встречи с сотрудниками администрации и обеспокоенными жителями, покажет время. Но уже сейчас приняты некоторые меры. В ночное время выходных дней полицейские приблизят маршруты патрулирования к адресу данного заведения, чтобы контролировать общественный порядок. Если же шум будет продолжаться, администрация округа напишет обращение в прокуратуру. Анна Смирнова, Денис Корнев, Первый Мытищинский. 22 сентября в России отмечают Всемирный день без автомобиля. По всему миру в эту дату проходят различные акции, главной целью которых является напомнить обществу о вреде для природы и человека чрезмерной автомобилизации. Сегодня мытищинцам предложили пересесть на велосипеды и другие экологичные транспортные средства. Удался ли эксперимент? Узнаем далее. Всемирный день без автомобиля проводится во многих странах и давно стал привычным, как символическая акция, цель которой – напомнить обществу, что засилие автомобилей в городах небезопасно и для экологии, и для комфорта пешеходов. Если присмотреться, наши города буквально страдают от этого. Автомобили везде – на городских парковках, во дворах, в проездах и проходах. А что, если отказаться хотя бы от части этих авто? Только от части, как от вредной привычки. В этом и состоит основная идея всемирного дня. Как говорили классики, ударим велопробегом по автопробегу. День без автомобиля начинается, как всегда, с автомобиля, потому что мы привыкли к нему, как к чему-то абсолютно необходимому. Но не в этот день, так как сейчас здесь все говорят о том, как автомобиль заменить и чем главное. Чем заменить? Выбор есть. В первую очередь, можно просто передвигаться пешком. Но многих это не устраивает. Придется далеко и долго ходить. А вот если бы быстро бежать и не уставать? Однако есть такое достижение всего человечества. Ну что ж, вот оно, универсальное средство, которое должно разрешить все наши городские проблемы и спасти нас от гиподинамии и от выхлопных газов. Велосипед должен заменить нам транспорт будущего. С этим многие не согласятся. Ведь велосипед – это спортивный снаряд, а не такси. Велосипед на каждый день? Но это же другой образ жизни. И к нему надо привыкать. А разве это препятствие? Особенно для людей, которые работают в офисах и страдают от гиподинамии. И я, кстати, знаю в Москве много своих друзей, вот этих вот белорубов, воротнички, да, которые используют велосипеды, которые используют, конечно, и самокаты тоже. То есть у нас перспективы есть? Перспектива есть. Если мы еще достроим велодорожек, а я надеюсь, что в перспективе это будет, то, естественно, очень многие пересядут на велосипед. Я стараюсь в год, ну, проезжать как минимум 2000 километров. Каждый считает свои километры, кто пешком, кто на велосипеде, но эффект всегда получает от хорошего самочувствия и улучшения состояния здоровья. Это доказано. И это касается всех. Если бы удалось бы привлечь максимальное количество людей и люди бы в этот день, хотя бы в этот день отказывались от автомобилей, мы смогли бы гораздо улучшить экологическую обстановку. Это первое. Давайте начнем вот эту добрую традицию и будем каждые выходные собираться, кататься в парках. Мало того, можно и приезжать сюда без автомобиля. Кто живет рядом, всех приглашаем. Приезжайте и катайтесь здесь на велосипедах. Отказывайтесь от авто, отказывайтесь от выбросов. Велопробег всегда лучше автопробега. Говорят, что велосипед может заменить до 15, а то и 20 процентов городского автотранспорта. Где-то, возможно, так и есть. Но это очень помогло бы и нашему городу, и всем его жителям. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что все бойцы на этой позиции считаются артиллеристами, они работают в непосредственной близости от противника. Это противотанковое подразделение бригады Кальниевца. Для них сегодня привезли жизненно важные вещи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собирают... Ваш кофе, пожалуйста. Собирают какие-то средства, какие-то вещи на воздухе. Здравствуйте. 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 Мы умали, что у вас есть какие-то самые нужды, что вы нуждаетесь в коптерах, в кафтах, в биноклях и так далее. Поэтому собрали и привыкли. Спасибо. Спасибо. Нет, сегодня без кофе. Собор для бригады Кальниевцы, все для победы. Мы помогали. Коптеры не было сложно представить, что мы здесь работники, как все, что не необходимые позиции. Собор для бригады Кальниевцы. Мы благодарны мытищинцам, кто заботится о нас, кто поддерживает нас морально и оказывает нам гуманитарную помощь. Большое всем спасибо. Россия вперед. Хотим передать, выразить огромную благодарность всем жителям города Мытищи в том, что мы не остались в стороне, мы не остались безучастными, и мы будем стоять до конца. До победного. Вместе с вами, с вашей помощью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Продолжит выпуск новости культуры. Выставка художника Алексея Китова открылась в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Его графические работы ранее были знакомы Мытищинцам по многочисленным публикациям. А теперь представлена пейзажная живопись. Это основной жанр мастера, чьи полотна украшают картинные галереи многих городов. Мой коллега побывал на открытии выставки и готов поделиться впечатлениями. Экспозиция выставки так и называется. Запечатленное время, открытие которого не ждали. Краевед Сергей Ветлин рассказал собравшимся, что по сути это настоящее открытие яркого художественного имени там, где его действительно не ждали. Пересматривая подшивки газет полувековой давности, он обнаружил в рубрике из блокнота художника яркие графические зарисовки. Этот раздел выставки получил название «Зарисовки о Мытищах». Они были опубликованы в 1969 году. Тогда отстраивался новый центр города на Новомытищинском проспекте. Самое главное, мы продолжаем искать и открывать новые имена или забытые имена наших земляков. Тех земляков, которые оставили свой след в истории края, которым есть что рассказать. Ведь сам Алексей Иванович Кетов называл себя краеведом-художником. Он очень много писал с натуры, отображал время. И даже суровый быт фронта, куда он попал сразу после школы в 1941 году. Он и во время войны рисовал. У него остались... Как рисовал? Где-то там, между боями, делал такие почеркушечки. Почеркушками художник называл свои графические миниатюры. Чаще всего использовал тушь и чернила. Рисунок быстрый и точный. Новостройки, храмы, дачные поселки, летучие электрички. В этом этюде «Искусством песка» передается манера исполнения графики Алексея Кетова. Он очень любил природу, очень любил архитектурные сооружения. И он всегда ходил на этюды, писал их и хотел делиться этими со зрителями. У него было очень много выставок. Будучи юристом высокого класса по основной профессии, свое художественное образование он получил в детстве, дома, от отца художника. Много рисовал и выставлялся. В 1967 году принят в Союз художников СССР. Наследие его огромно. Часть живописных работ его дочь передает нашему муниципалитету. Как и ее отец, который предпочитал не продавать, а дарить свои работы тем городам, где писал пейзажи. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский. В молодежном центре «Импульс» стартовал первый этап масштабного проекта «Лига квизов. Новая миссия» среди школ городского округа. В команда «Интеллектуальная игре на логику, сообразительность и эрудицию» приняли участие ученики старших классов. Мы каждую игру играем шесть тем. Правда, в этом сезоне на основе введения наши игроки будут знать только пять основных тем, а шестая всегда будет сюрпризная. В этот раз мы играем темы творчества, поп-культура, история России, личности и черный ящик. В этот раз в квизе приняли участие девять команд из восьми школ. Многие ребята пришли не только, чтобы победить и получить заветный кубок, но и проверить свои способности. Мне было очень интересно. Мои знания в первую очередь о культуре нашего города, о памятниках. И хотела познакомиться, возможно, с интересными личностями. По итогам игры первое место разделили команды «Безупречная стратегия» из школы номер 19 и «Восход» из школы номер 6. Это был первый тур игры. Всего же в рамках проекта их будет три. На последнем состоится финал, где будет известно имя финалиста Лиги квизов. Они заберут главный кубок игры. Об экологии. Более ста мытищинских студентов-волонтеров приняли участие в уборке заповедной территории и покраске вольеров на Лосиной биостанции. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Открывая страну». Мытищи присоединились к марафону субботников на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Как волонтеры совместили труд и отдых, расскажет Татьяна Горностаева. Национальный парк «Лосиноостров» – это излюбленное место отдыха мытищинцев и гостей округа. И это, к сожалению, видно даже тогда, когда в лесу безлюдно. Банки, бутылки, пакеты заполняют территорию. Чтобы помочь природе сюда, пришли первокурсники университета имени Баумана и волонтеры-экологи. Вооружившись мешками и перчатками, они пошли на борьбу с мусором. Акция проходит в рамках марафона субботников, который мы проводим на особо охраняемых природных территориях по всей России. Акция призвана привлечь внимание молодёжи к проблемам экологии и заботе об окружающей среде. Этот проект реализуется на территории шести субъектов Российской Федерации – Вологодской, Челябинской и Воронежской области, а также в Кабардино-Балкарской республике и Татарстане. А в Подмосковье – на территории Лосиного острова. Это лес, здесь всегда очень чистый воздух, здесь приятно находиться, настроение отличное, настроение убирать мусор. Мусора относительно немного, но больше, конечно, мусора к забору, где ходят люди, выбрасывают это всё, в общем, загрязняют систему. Мероприятие интересное, хорошее, мне нравится, здесь всё спланировано, все ходят друг за другом, никто никого не теряет, все дружные ребята меняются. Здесь валялось много очень пластиковых пакетов, стёкол, разбитых, просто бутылок, всяких маленьких фантиков, например. Вот всё, что удалось собрать. Прямо сейчас с трудами волонтёров-экологов было собрано около 80 мешков мусора, что в общей сложности составляет примерно 15-20 куба метра. По словам ребят, участие в марафоне помогает сохранить чистоту и порядок в лесу, а также создать благоприятную атмосферу для жизни и отдыха. Следующая локация – это лосиная биостанция. Здесь волонтёры получат не только творческое задание, но и познакомятся с её обитателями. Во второй половине сентября на лосиной биостанции начинается брачный период у благородных оленей. Сотрудники и гости парка слышат протяжный и низкий рёв самцов. Самое интересное на биостанции – это, конечно же, наши лоси. Сейчас на биостанции у нас содержатся два самца. Постарше – его зовут Лёша, и помладше – полуторагодовалый самец Руслан. Однако, помимо них, также на биостанции у нас присутствуют кабанчики – очень милые и симпатичные создания. Моралы – благородные олени. Одна из них даже подходит близко. И также, возможно, издалека мы посмотрим обитателей современного лосиноострова Пятнистого оленя. Благодаря участию в экологической акции у студентов и волонтёров появилась уникальная возможность послушать познавательные истории экскурсовода о жизни этих животных в естественной среде обитания и в условиях вольерного содержания. Рядом со мной морал под вид благородного оленя. Конкретно это наша молодая самочка. Её называют Анечка, либо Метка. Ей всего два года. Она, смотрю, нас не боится. Она нас не боится, потому что это одно из животных, которое уже родилось на биостанции. Она с самого юного возраста знакома была с человеком, и поэтому, как видите, нас не опасается. Студенты университета имени Баумана регулярно принимают участие в экологических акциях. Но для первокурсников это дебют. Я надеюсь, что всем понравится, потому что у нас много первокурсников. Если вы заметили, мы все в одинаковом, потому что мы решили таким образом сплотить ребят. Виктория Михайлова приехала в мытище из Чувашии и только знакомится с местными достопримечательностями. Первый раз я приехала в Лосиный остров, в Лосиную биостанцию. Я в первый раз увижу лосей. Белочку я видела, но здесь они для меня очень классные. Вижу оленей. Но это всё у меня в первый раз, и волонтёрство тоже. У всех ребят была возможность проявить активность, пообщаться со сверстниками, ощутить радость движениям, дух соперничества и взаимовыручки. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы. Мы поработали, собрали мусор. Теперь вместе, получается, кушаем, отдыхаем. И потом надо будет идти ещё немного поработать. На благо, можно сказать, животным и этому парку. Следующее задание – покраска вольеров на биостанции. Первокурсница Мария Осипова не помнит, когда в последний раз держала кисточку в руках. Возможно, это было только в детстве. Мы сейчас покрасим вольеры. Будет приятно приходить сюда на экскурсии всей семьёй, возможно, даже всей группой. И любоваться тем, как мы благоустраиваем нашу окружающую среду. Буквально за полчаса ребята покрасили значительный участок ограждения. С погодой повезло. Это значит, есть возможность отдохнуть всё вместе и погулять на территории Лосиной биостанции. Полюбоваться пейзажами и чистотой. Делаем вместе! Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первый Матищинский. Ежегодно в последнее воскресенье сентября во всём мире отмечается Международный день глухих. В этом году он выпадает на 24 сентября. Герой нашей еженедельной рубрики «Матищи – это мы» Сергей Абрубов. Он глухой с рождения, но это не мешает ему работать тренером по волейболу в спортивной школе «Авангард». Как проходит тренировка среди глухих и слабослышащих спортсменов, смотрите в сюжете моих коллег. Всё, что слышат глухие спортсмены – это стук своего сердца и вибрации удара мяча о паркет. Тишина вовсе не означает, что на волейбольной площадке не кипят спортивные страсти. Но главный человек, на которого направлены взгляды всех членов команды – это тренер Сергей Абрубов. Он прошёл путь от капитана местной волейбольной команды до тренера в спортивной школе «Авангард», где работает уже около 10 лет. Волейбол – игра умных, красивая игра. И тренирует силу, это командная игра. Тренирует мышление в команде. Не только силой можно побеждать, а интересно ещё и мыслить нужно. Сергей Абрубов отучился в специальной школе-интернате. После получил образование автомеханика, но по этой специальности работать так и не пришлось. В 2012 окончил факультет социальной медицины, адаптивной физкультуры и спорта РГСУ. После обучения стал работать тренером по волейболу в Мытищах. Среди его учеников двукратный призёр Кубка России, первенства России, серебряный призёр летних сурдлимпийских игр – Михаил Емельянов. Он занимается волейболом 8 лет и добился высоких результатов. И в этом большая заслуга наставника. Волейбольная тренировка начинается ровно в 19 часов и обычно состоит из нескольких частей. Физическая разминка, отработка техники соло и в парах, нападающий удар, приём, работа в связке, подача. Я давно не играла в волейбол. Хочу, чтобы Сергей показал мне небольшой мастер-класс. Острый взгляд тренера сразу замечает, какие ошибки есть в подаче мяча. Сергей без слов объясняет, как правильно принимать и отбивать мяч. Профессионал всегда найдёт способ обучить новичков основным техническим приёмам волейбола в игровой форме. Как стать лучшим в своём деле, знает Виталий Макеев. Для глухого спортсмена волейбол – это жизнь. Он – один из перспективных игроков в команде. Тренировки приходится совмещать с учёбой в университете имени Баумана. Пятикурсник отмечает, что познавать азы профессии даётся ему сложнее, чем спорт. В апреле этого года на первенстве России по волейболу среди глухих его признали лучшим игроком турнира. По словам Виталия, успехи в волейболе во многом заслуга его тренера. На занятиях Сергей Абрубов даёт различные упражнения на защиту, блок или нападение. На волейбольной площадке всегда строгая дисциплина и чувствуется командный дух. Здесь поддерживают новичков и помогают расти профессионалам. Наша команда благодарна нашему тренеру за то, что он даёт нам правильную технику, правильную мотивацию даже. Всему обучает, всему помогает. И это приводит нас к хорошим результатам. Ярослав Александрин учится на втором курсе МАДИ. В мытище приезжает на тренировки и видит, что за год команда выросла в профессиональном плане и добилась уверенных результатов. У волейболистов одна мечта на всех – принять участие в сортлимпийских играх. Главное, чтобы все меняли себя к лучшему, были счастливы. Главное, чтобы горжусь, чтобы первенство России было без травм и чтобы все показали свою лучшую сторону. За плечами победы в первенстве России – чемпионате Европы среди глухих спортсменов в 2018 году. В 2023-м в копилке достижений серебро в летних сортлимпийских играх. А впереди еще много соревнований, взлетов и падений и, конечно, новых побед. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первом и Тищенские. Это все новости к вечеру пятницы. Завтра в это же время подведем итоги уходящих семи дней в программе «Итоги недели». А сейчас вас ждет прогноз погоды. Помните, следить за жизнью округа можно и в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Отвлекаешься за рулем Вот, посмотрите Сюда Считай, что тебя нет Переключи внимание на дорогу Бабушка, Лёша, Лёша Бабушка Папа с мамой познакомились давным-давно Они сразу влюбились в друг друга Прямо с первого взгляда Потом папа сделал маме предложение Руки и сердце И им сказали, что скоро появлюсь я Они были очень рады И я тоже Скоро я уже начала ходить Мы отпраздновали Мой первый день рождения Мне подарили клёвый велосипед Потому что я радовала родителей Училась читать И мы уже собирались В мой первый класс До утра мы очень торопились На перекрестке Кто-то тоже очень торопился Проехал на красный И врезался в нашу машину Мама и папа не пострадали И я тоже Мама говорит, что это всё из-за детского кресла А я, кстати, окончила первый класс На всей пятёрке Маленький пассажир Большая ответственность Сохрани самое дорогое Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»